Друзья мои, коротенькая видеозарисовочка о том, как демонтировать манжету люка стиральной машины. Иногда она рвется, но в данном случае супруга сказала, что что-то она очень у нас грязная. Вон, посмотрите, какая там творится антисанитария. И вот ради этого сейчас необходимо ее снять. Давайте покажу вам быстренько, как это сделать. Ничего сложного, в течение минуты можно это все осуществить. Поехали! Итак, сначала манжета снимается с корпуса стиральной машины. Смотрите, отгибаем ее вот таким образом. И там всегда пружинка. Она имеет самую разную конструкцию в зависимости от модели. Но в любом случае всегда ее можно вот так вот подцепить. Смотрите. И потом ее вот таким образом вытягиваем. Вытягиваем, вытягиваем. Таким же образом мы ее и поставим обратно. Никаких проблем. Вот так выглядит хомут манжеты. Потом манжету вот так вот раз, раз, раз. Вот так ее отсюда. Все, сняли. Теперь нужно ее снять с внутренней части. Давайте сейчас покажу вам, как это сделать. Друзья мои, на некоторых моделях стиральных машин, когда вот так оттопыриваешь манжету, видно хомут, который стоит на баке. Но вот на этой модели у Самсунга хомут где-то вот примерно на этом уровне неудобно. Поэтому нам нужно попросту снять верхнюю крышку стиральной машины. Это два винта сзади. Снимаем и прям нам будет доступен этот хомут. Вот такие винтики. Один вот здесь, другой вот здесь. Все. Сняли винтики. Сдвигаем крышечку стиральной машины, как правило, вот так назад. И демонтируем ее. Все. Вот, друзья мои, этот хомут. Вот он. Можно взять шуруповерт, можно взять отвертку. Хомутик нужно расслабить. И манжета у вас в руках. Так. Откручиваем. Всем видно? Вот хомут. Вот мы его откручиваем. Да все, наверное, достаточно. Так. Расслабляем. Стягиваем. Все. Вот манжета люка стиральной машины. Для того, чтобы ее почистить. Видите? Такое скапливается. Ничего от этого ничего не сделаешь. Либо замена. Бак тоже желательно помыть. Раз в год такая профилактика не помешает. Манжета обслужена. Все. Ставим на место. Все. Запихиваем вовнутрь манжету. И вот таким образом начинаем ее сажать на бак. Ничего сложного. Потихонечку-потихонечку по кругу сажаем манжету. Отсюда сверху будет удобно. Раз. Все. Манжета сидит. Затем, друзья мои, смотрите. Очень важно, чтобы сливное отверстие из манжеты было строго внизу. А вот это строго вверху. Все очень просто. Вот сливное отверстие. Если его перекосить, то, соответственно, здесь будет скапливаться вода. А с ней слизь, грязь и так далее. Друзья мои, забыл сказать. Хомутик внутренний, который притягивает манжету к баку, надо ставить сразу. Пока еще манжета вот здесь лежит у вас. Вы хомутик одели. И только после этого манжету уже пихаете внутрь стиральной машинки и там ее сажаете. Немножечко надо руками будет поработать, чтобы все совпало. Ну, ничего сложного. Все. Поставили манжету. Сейчас надо будет затянуть внутренний хомут. И тогда уже будем ставить наружный. Потихонечку, полегонечку. Так, ну и хомут. Так, вот здесь мы его будем, наверное, самое удобное место. Продеваем. Продеваем, продеваем, продеваем. Интересно, получится у меня без отвертки. Должно получиться. Раньше получалось. Так. Все-таки возьму отверточку. Поправлю положение пружинки. Все. Манжета обслужена. Ну, или поменена. Помыта. Как угодно. Так, вот тут еще. Опа. Опа. Все. Села. Все хорошо. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, все было понятно. Задавайте вопросы, критикуйте. В общем, давайте подискутируем в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok